Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня среда и, как всегда, с вами Максим Семенов, ведущий бесплатных вебинаров жилищного конгресса. Я приветствую вас всех на авторском вебинаре «Работа агента в эпоху перемен. От моря в проблем к океану возможностей». Традиционно организатором вебинара выступает компания-оператор Всероссийского и Международного жилищных конгрессов «Экспо Тайм». Как обычно, в самом начале спешу выразить благодарность нашим интернет-партнерам. База объявлений о недвижимости «Мир Квартир», национальная единая риелторская сеть «Нерс», крупнейший блок о недвижимости «База Эстейт», телеграм-канал «Первый федеральный чат недвижимости», автор первых чат-ботов на рынке недвижимости «МРС Клаб», а также бизнес-портал об инвестициях в апартаменты «Смарт Апарт». Наш вебинар, безусловно, будет полезен для всех практикующих риелторов. По результатам мероприятия вы узнаете, что сегодня происходит на рынке риелторских услуг, разберетесь, какие угрозы несет агентом уберизация рынка, а также поймете, в каких сферах и сегментах недвижимости лучше сосредоточить свою работу в 2023 году. И я с особым удовольствием хочу представить вам сегодняшнего нашего эксперта. Это известный бизнес-тренер, учредитель агентства недвижимости обучающего центра «Панорама» Александр Котляр, город Санкт-Петербург. Александр, приветствуем. Всем привет. Рад всех видеть и слышать. Я сегодня выхожу к вам в эфир с двух компов, с двух шайтан-коробок. Посмотрим, что из этого получится. Для меня это новый опыт. Ребята пытаются мне в этом помогать. Огромное спасибо, кстати. Максим, лично тебе, твоим техническим товарищам, которые помогают это сделать. Пока, откровенно говоря, у меня чего-то очень не все получается, насколько я понимаю. Презентацию надо вывести на экран. Правильно? Александр, давай я закончу с анонсом, и мы все запустим тебе. Итак, уважаемые участники вебинара, сегодня у вас есть отличная возможность получить обратную связь от Александра. В процессе его выступления задавайте свои вопросы в чате вебинара, и мы на них обязательно ответим после каждого блока. План нашего мероприятия следующий. Вебинар будет разделен на три тематические части. После каждой из частей Александр ответит на ваши вопросы. Пост с чатом для вопросов в этом канале уже создан. И традиционно перед началом вебинара я хочу пригласить вас на ключевое мероприятие рынка недвижимости будущей весны – Сочинский Всероссийский жилищный конгресс. Он пройдет с 17 по 21 апреля и соберет порядка 5000 специалистов со всех уголков России. Проект деловой и культурной программы уже размещены на нашем сайте. На конгрессе вас ожидают сотни разнообразных мероприятий на 17 тематических линиях, где высовет порядка 650 экспертов сферы недвижимости. Также вас ждет насыщенная развлекательная программа и, конечно, нетворкинг и незабываемая атмосфера. Александр, начинай. Я готов. Ну что, всем привет, всем здравствуйте, всех рад видеть, слышать. Кто-нибудь может мне поставить единичку, кто меня слышит и видит? Хотелось бы понимание. Не впустую ли я говорю? Сегодня очень интересная тема. Я хочу рассказать вам, так скажем, ну, во-первых, собственно говоря, кто я такой. Я хотел бы показать, чтобы было видно, почему меня, в принципе, можно и интересно слушать. Все очень просто. Я практик, я практикующий специалист. Я не просто владелец агентства, да, бизнес-тренер и человек, который просто будет вам танцевать сейчас цыганочку с инфобубном, инфо-цыганочку и рассказывать о вреде табака и о пользе молока. Не совсем так. Я все-таки действующий агент и очень неплохо ориентируюсь в рынке. Я сам делаю свои сделки, поэтому абсолютно спокойно. Так, все-таки кто же я такой и почему меня будет интересно слушать? В первых нескольких слайдах такая ярмарка тщеславия. Я показываю своих учителей, тех, у кого я учился, те люди, которые сыграли в моей жизни, скажем, очень значимую. Преподали мне очень правильные уроки, после чего жизнь моя изменилась полностью. В этом списке Брайан Трейси, Майк Ферри, Джо Виттали, Джо Кеха, Маршал Голд Смит. Это, если, я думаю, вы понимаете, кто это, то вы уже знаете, как с этим, что с этим делать. И как Одизис, если вы знаете, кто это, надеюсь, знаете. Это один из ведущих экономистов, который консультирует не только правительство, но и первых лиц. То есть, на самом деле, это очень умнейший человек. Гиля Стандер, у которого было три агентства, который 48 лет проработал агентом. То есть, это те люди, которые, на самом деле, которые специализировались на недвижимости. Есть и не только специализация на недвижимости, есть и другие люди. Допустим, Валентин Шишкин, это кинетический интеллект, кинетический имидж. Это невербальное воздействие. Это великолепный специалист. Есть Джо Диспенза, Игорь Манн, один из лучших на нашем постсоветском пространстве. Радислав Гондопас. Это все мои учителя. Почему я показываю в начале их? Я уверен, что у всех у вас есть свои учителя. И этих учителей, на самом деле, надо всегда очень серьезно благодарить. Почему? Потому что без учителей мы не смогли бы стать теми, кто мы есть на самом деле. Тему я хотел заявить следующую. Стратегия Голубого океана. Но ребята из Джо Конгресса, Макс, Серега, вообще очень профессиональная команда, они мне сказали, что ты понимаешь, слово голубое, оно будет ассоциироваться. К сожалению, мы живем в то время, где простое слово голубое небо, да, голубое, может ассоциироваться с меньшинствами или радуга, да. Вроде бы создатель сделал эту радугу, чтобы люди видели знамение с неба. То, что ее начали использовать в виде флага, ну, никто не предполагал. Поэтому тему мы изменили немножко. Но рассказать я хочу именно частично об одной книге. Мне она очень нравится, я вам рекомендую. Называется она «Стратегия Голубого океана». Сразу говорю, не связано это ни с какими секс-меньшинствами. Это непосредственно стратегия, которую может выбрать каждый и которую должен выбрать каждый, если он хочет выжить. Мы с вами прекрасно понимаем, что все рынки сейчас меняются. Некоторые рынки, в принципе, схлопнулись и больше, может быть, вообще никогда не вернутся. Некоторые рынки претерпевают очень серьезные изменения. И мы с вами это никак изменить не сможем. Мы можем либо участвовать в этом изменении, либо уйти с рынка. По-другому не получится. Давайте смотреть, что же все-таки происходило за эти долгие годы на рынке. Я занимаюсь недвижимостью, вот в следующем году будет 33 года. То есть, в принципе, далеко не все, в принципе, доживают до этого времени. А я вот немножко занимаюсь этим давно, до сих пор делаю сделки и очень этому рад. Я люблю это занятие, поэтому 26 лет я преподаю, 26 лет я действующий психолог. У меня 4 высших образования, но сейчас не об этом. Именно стратегия Голубого океана может дать вам то, что на данный момент у нас забирали. Я помню те времена, когда за агентами бегали. Вы помните эти времена? Думаю, далеко не все. За нами бегали нас было очень мало. Что же происходило? Нас не хватало, понимаете? И поэтому у меня был стоп-лист. Четырех, А4, тетрадочка формата. 15 листов было исписано мелким почерком. Телефоны, имена. Я просыпался и говорил, сегодня я займусь этим. Думаю, сейчас такого количества клиентов нет ни у кого. На рынок входят постоянно новые и новые игроки. Хорошо, это плохо. Я не буду давать никаких комментариев. Вспомните, когда вы последний раз проводили прямую продажу, простую продажу, просто деньги. К агентствам и к агентам пытаются уже не обращаться в этот момент. Хотя это большая глупость. Агент, лучший агент в сделке, чем адвокат и доктор после нее. Вы это понимаете? Так вот, все прямые сделки у нас отжали на этом рынке. Точно так же, как и на многих других, просто пересходит перераспределение. Прямых сделок практически нет. Их очень-очень мало. Когда человеку нужно купить, он идет на портал, да, в принципе, смотрит и выбирает. Все. Он не обращается к агенту напрямую на едины. Такого бывает очень мало. Хотя, на самом деле, это более оправдано и более интересно, нежели чем смотреть самому, тратить на это время, потом проверять это каким-то образом, потом все это дело сводить воедино, тратить нервы, силы, деньги. Ну, в этом случае можно еще и зубы начать самому лечить. Тоже можно. Почему нет? В зеркало смотришь, буром туда. Ну, как-то пару-тройку зубов, конечно, можно загубить, но потом-то научишься обязательно. Да? Ну, так вот, прямых продаж у нас не стало, и не стало только по одной причине. К сожалению, все прямые продажи уходят на порталы. Смотрим дальше. Есть очень умные порталы, которые начинают заниматься уберилизацией рынка. То есть, грубо говоря, за счет своего ресурса, надо сказать, серьезного ресурса, просто подминать рынок и тихо его завоевывать. Хотите вы этого, не хотите. Ресурс рулит. Ничего вы с этим не сделаете. Можно сделать только одно. Выбирать те ниши, где эти люди еще долгое время не смогут появиться. Никакая отцифровка не затронет вас, как классного специалиста, который умеет правильно общаться, который умеет делать клиентов просто из воздуха брать. Да? Который понимает, что такое, допустим, многоступенчатая сделка, когда эти встречные покупки, их много, если это цепочки. Ни одна шайтан-коробка, робот, телефон или сотрудник банка, они до этого, если даже и дойдут, то лет через пять, не раньше. Это и есть ваш голубой океан. Голубым океаном называется то, где нет конкуренции. Есть красный океан, там, где полно конкуренции, там, где огромные кровожадные акулы, все друг друга немножечко загрызают, да. Поэтому океан кипит, он красный, большая конкуренция. Но есть те места, где конкуренции, если она не, ее вообще нет, но она хотя бы минимальная, да. Я уверяю вас, ни один банк, ни одно агентство, так скажем, с минимальным опытом, ни один портал не сможет помочь вам в расселении. Не знаю, как по другим регионам, в Петербурге еще 65 тысяч нерасселенных квартир. Это огромный, огромный ресурс. Вы можете этим пользоваться. Ищите ту нишу, которую невозможно полностью завести цифру и полностью починить это роботу. Не получится. Есть эти ниши. Могу вам рассказать один из примеров моего друга Андрея Савельева. Если, Андрюш, ты здесь и слушаешь, буду очень рад тебе. Скоро, кстати, увидимся. Так вот, Андрей Савельев рассказал, как в эпоху кризиса 2008 года они нашли очень интересную нишу. У них были дачи под Казанью, Андрей Савельев из Казани, он бывшее первое лицо гильдии риэлтора Татарстана. Очень, кстати, рекомендую, кто не был в Казани, обязательно съездите. Шикарный город и, кстати, очень продвинутый регион. Как они любят свой город и свою республику, это надо просто смотреть. Вот респект и уважуха просто супер. Так вот, что они сделали? Они нашли дачи, которые были просто брошены, пустые. Приходили к хозяевам и говорили, вы не используете. Вот у вас там долги, мы это знаем. Давайте мы и долг закроем, и вам денежку заплатим, и вы нам это дело продадите. За три месяца, я не помню точных цифр, но что-то больше 150 подобных объектов они вытащили. Понимаете? То есть это очередной голубой океан, который просто выявили и начали в нем купаться. Забирали эти деньги, забирали эти средства, пользовались этим ресурсом, качали этот рынок. Понимаете? Я уверен, что у каждого, в каждом регионе есть что-то подобное. Вы всегда можете найти что-то интересное. Это однозначно. Главное искать. Главное смотреть. Понимаете, есть очень большая разница между смотреть и видеть. Вот смотрят все, видят единицы. Точно так же есть огромная разница между слушать и слышать. Слушают все, слышат единицы. Поэтому пользуйтесь, ищите свой голубой океан. Смотрите на эту стратегию, выявляйте ее. Я уверяю, таких стратегий много. Главное, начните. Это должен быть ваш спорт. Вот понимаете, если вы играете во что-то, кстати, по поводу игр, любое обучение лучше всего проходит в игре. Вот чем больше вы играете, тем больше вы проигрываете какие-то ситуации. Какие-то нестандартные скрипты, которые, я очень не люблю слово скрипты, все-таки больше речевые модули. Когда вы готовите речевые модули, это 2-3 предложения, а потом как лего составляете из него любой скрипт. Понимаете? Почему стало очень сложно работать со скриптами? Потому что юзают, вот используют один и тот же скрипт, одни и те же слова, и люди, откровенно говоря, услышат в очередной раз какие-то те же самые слова, просто бросают трубку, даже уже не посылают. Поэтому пользуйтесь теми скриптами, которые вы составляете сами. Творите. Здесь вы немножко подобны Богу, потому что только Он может творить. Все остальные, к сожалению, копируют. Но если вы можете хорошо скопировать, и это не в очень, так скажем, в массовой рассылке, то это тоже может сработать. Посмотрите, что есть в соседнем регионе, чего нет у вас. У меня очень интересная судьба. Я живу с детства, Москва-Питер, катаюсь постоянно, поэтому я наблюдаю, а что есть в Москве, чего нет в Питере. И наоборот. И я всегда привожу что-то новое. Понимаете? У меня всегда есть возможность обновления. А в нашей жизни обновление играет, может быть, даже ключевую роль. Древние даосы были очень мудрые. Они говорили, что в нашей жизни постоянны только перемены. Если вы можете меняться, и меняться самостоятельно, и вы это делаете с радостью, вы это делаете с любовью, вы это делаете легко, то вас не будут ломать. Либо вы меняетесь сами, либо вас меняет жизнь. А жизнь не всегда меняет, так скажем, вас добровольно. Иногда вас просто ломает. Иногда это неприятные ситуации, иногда это катастрофы, иногда это болезни. Когда вас просто останавливают и не дают куда-то идти, просто вы заболеваете. Вы долго сокрушаетесь, говорите, да как же так, да я же. А потом понимаете, что у вас просто вовремя остановили. Потому что Вселенная намного виднее, чем нам. У нее другой угол зрения. Есть очень хорошая картинка. Если я ее сейчас вам найду, я ее обязательно поставлю. Тяжело. Все проскакивает как-то быстро. Картинка следующая. Если мы смотрим вот так, мы видим круг. Если смотрим так, видим прямоугольник. И только тот, кто смотрит сверху, другой угол зрения, да, он видит и круг, и прямоугольник. Когда вы видите круг, для вас это правда? Правда. Когда вы видите прямоугольник, для вас это правда? Правда. У каждого получается своя правда. И обвинять кого-то в неправде? Смысла нет. Просто когда вы смотрите под другим углом, вы видите истину. Так вот, вселенная, глядя на нас с вами, видит истину. И она понимает, что может быть рано паниковать, избегать с рынка недвижимости. Может быть рано кричать, шеф, все пропало, все пропало. Открыли агентство даже в МосгорБТВ. Теперь будут открываться агентства в каждом общественном туалете. Что делать, что делать? Рвать волосы на себе бесполезно. Кричать, кто делать, бесполезно. В России есть два любимых русских вопроса. Что виноват и кто делает? Я не оговорился, я повторюсь. Что виноват и кто делает? Это моя новая книга, она скоро выходит на конгресс, я ее привезу. Так что приезжайте, приезжайте на конгресс. И те, кто будут у меня на тренинге, получат в подарок несколько моих книг. Книги мои также будут продаваться, так что можно будет и купить. Но я, как правило, щедро раздаю книги с автографом, так что никаких проблем. Я автор 27 книг, еще выйдет 3, вот будет уже 30 книг. Все эти книги можно будет посмотреть, купить, скачать в электронном варианте. В бумажном будет только 3. Итак, что виноват и кто делает? Самое паршивое, что мы можем с вами начать делать, это искать виноватых. Если у вас есть какие-то сомнения, подойдите к зеркалу. Просто к зеркалу. Посмотрите, виновник там. Все очень просто. Либо вы это притянули, либо вы это допустили. Все. Все, что происходит с вами, это только ваша заслуга. Вселенная. Высшие силы. Господь Бог. Называйте это как угодно. Готовы дать вам все. Все, что вы хотите. Вы задумывались, а чего вы хотите? Что конкретно вы запрашиваете по вселенной? Если вы запрашиваете сделок, вам дадут сделку. Сделки могут быть без денег. Вы просили денег? Нет. Вы просили сделки? Получили сделку? Доволен? Вы хотели динамического развития рынка недвижимости? Нафиг. Такой динамики не было, извините, никогда. Столько открытий, сколько было за этот год и закрытий. Это просто, мама, не горюй. Но рынок схлопывается. Большое количество агентов и агентств рынку не нужно. Рынку нужны профессионалы. Те, кто могут правильно понимать, расшифровывать и воплощать потребности клиента. Все. Не смогли удовлетворить потребность клиента. Ничего у вас не будет. Агент работает с чем? Агент работает с запросом. С чем работает эксперт? А эксперт работает с потребностью. А это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Почему? Сейчас начнутся вопросы, как связано с Одессой. Один из моих любимых городов, но у меня мама москвичка, папа питерский, поэтому... А вырос я в поезде «Красная стрела». Иногда жил у деда в Одессе. Так вот. То же, собственно говоря, происходит у нас на рынке. Паники слишком много, потому что падает количество сделок, падает количество авансов. На самом деле не у всех. Могу сказать, что некоторые, наоборот, стали открывать больше. Это говорит именно о профессионализме. Сейчас очень серьезно нужно задумываться именно о профессионализме. Если вы об этом раньше не думали, поверьте, сейчас самое время. Самое время начать учиться. Самое время начать меняться. Самое время начать просто бежать к клиенту. Понимаете? Именно бежать. И убирать вот эти вот свои неправильные, ненужные понты. И когда вы могли сказать, вы знаете, а вот этот клиент плохой, я не буду с ним общаться. С одной стороны, я вас даже поддержу. Я не беру всех клиентов. Говорю честно. Ну, во-первых, в принципе, я могу себе позволить выбирать клиентов, с кем работать, с кем нет. Но, как правило, тех клиентов, которых я не беру, я не посылаю. Я передаю их агенту. Пожалуйста. Почему всегда рекомендую работать в паре? Есть такая штучка в психологии, называется перенос. И хорошо, если он положительный. Давайте себе вспомним. У каждого же была такая ситуация, когда вы с кем-то вдруг встретились. Вы его видите в первый раз, но вы просто чувствуете, ну это мой человек. Вы улыбаетесь, он улыбается или она. Вы просто, ну вот вы счастливы видеть друг друга. Вашей заслуги в этом нет. Просто у него в голове вы ассоциируетесь с человеком, который когда-то очень хорошо с вами общался и вызывал у вас позитивные, положительные эмоции. Это и называется положительный перенос. Стоит вам открыть рот, начнет проявляться потихонечку несоответствие и пелена у вашего собеседника спадет и положительный перенос исчезнет. А когда исчезнет положительный перенос, исчезнет и правильное впечатление. Все. Иллюзий не будет. Но это лучший способ, который есть. Худший способ, под который вы можете попасть. Это отрицательный перенос. Когда на одной сделке мне клиент прямо сказал. Я спрашиваю, ну почему вы не смотрите мне в глаза? Я вот весь открытый перед вами. Я готов выслушать, готов все понять. Он мне сказал, вы знаете, человек с точно такими же глазами, как у вас. Меня когда-то очень сильно обманул. Поэтому я предпочитаю в эти глаза больше не смотреть. Услышав это, я сразу понимаю, что я попал под отрицательный перенос. Я говорю, слушайте, как здорово. Отлично, что вы это сказали. Беру свою напарницу и говорю, вот, она вам поможет. А я, к сожалению, заболел. Не теряйте клиента. Передавайте их другим. Да, пусть вы получите не все, но вы получите хоть что-то. Не надо жадничать. Жадность порождает бедность. И на данный момент это одна из ключевых фраз. Если вы думаете, что те, кто входят, новые люди на рынке не будут допинговать. Вы очень сильно заблуждали. Всегда захват рынка начинается с демпинга. Но это, так скажем, не очень хороший, не умный ход. Но он один из воспользуемых ходов, которые постоянно прокручиваются, на каком бы рынке вы ни были. Демпинг – это одна из частей того, что люди начинают захватывать рынок. Почему? Потому что люди любят халяву. Ну, как ни крути. Если это стоило 250 тысяч, а вам сказали за 150, да? А не дай бог еще за 100. А-ха! Помните, как шапочку мужик делал из овчины? Да? А можно две? Можно. А можно три? Можно. Потом ему сделали семь вот таких шапочек. И он натыкал вот так вот на ушки. Халява. Страсть к халяве, к сожалению, очень сильно развита. Поэтому вы не можете это игнорировать. Если вы видите демпинг от какой-то организации, от какого-то портала, от каких-то… Знаете, что у этих ребят большие планы. И они сперва немножечко используют этот демпинг в виде смазочки. Потом они войдут на рынок и войдут очень жестко. Поэтому помните, что демпинг, он в принципе, да, может какое-то время двигать. Но мы с вами прекрасно понимаем, что люди, которые ездят на Феррари, ни за какие деньги не захотят пересаживаться на Запорожец. Ну вот, к сожалению. Поэтому здесь надо четко понимать, может быть, к счастью. Надо точно понимать, кто вы на этом рынке. Это очень сложно, но возможно. Подумайте, кто вы на рынке недвижимости. Охарактеризуйте себя с точки зрения машинки. Ну вот какая вы машинка? Маленькая, красненькая? Какая-нибудь Аудио-ТТшечка? Или какая-нибудь БМВшечка? Без верха, да? Вы кабриолетик. Или вы трехмостовый МАЗ, который прийдете по бездорожью, и вам абсолютно все равно, что там вы вывезете в любом случае. Оцените себя. Оцените себя адекватно. Посмотрите на своих клиентов. Откуда они приходили в последний год? Три? Пять? Сделайте аналитику хотя бы у себя. Она у вас возможна. У вас есть записи. Если вы не ведете записи, это вообще очень сложно. Мой учитель Гиля Стандер, лучший продажник Канады, говорил, что всего лишь первые три года он работал на собственную базу. Потом эта база работала на него. Главное, эту базу клиентов правильно вести. Нельзя расставаться с клиентом на изжоге. Когда вы расстались с клиентом плохо, вы обрубили эту веточку. Из нее больше ничего не прорастет. А клиентская база – это ростки. Это дерево, которое нельзя обрезать. Понимаете? От каждого клиента придет еще не один. Может быть, даже не один десяток. Если вы расстались хорошо и вы удовлетворили его потребность, тогда у вас есть шанс. Тогда вы расстаетесь каждый раз с клиентом. Этот дурак, этот мудак, этот идиот. Вы обрезаете веточки. Дальше расти не будет. Как только три раза вы кому-то сказали, что вы все такие, идите к зеркалю. Виновник там. Не бывает так, чтобы все были вот эти самые, а вы один гортоген. Не получается. Поэтому огромная просьба. Проведите небольшой аудит собственных клиентов. Посмотрите, откуда вы брали этих клиентов все это время. В процентном соотношении расставьте. Это клиенты из агентства. Это клиенты из ваших рекомендаций личных. Это реклама. Что это? Если вы разложите этих клиентов, проанализируете, вы будете понимать, откуда у вас большинство клиентов поступало. И главное, в какие годы. Потому что, поверьте, ситуация сейчас сильно-сильно изменилась. Даже клиенты начали приходить не совсем по аналитике прошлых лет. Понимаете? Хотя я могу сказать по поводу себя. У меня очень много клиентов именно из рекомендаций. Это клиенты, которые, так скажем, нескончаемым потоком идут. И нескончаемым потоком, как река, вливают в тебя новые ручейки. Постоянно. Если вы правильно работаете с клиентами, вы обречены на успех. Одна из моих книг, которая тоже будет на конгрессе. Обреченные на успех. Так вот, по поводу успеха. Помните, никто на гору успеха сверху, сверху, с вертолета или с самолета не падал. Все поднимались снизу. Все заходили на эту горочку снизу. Step by step. Если вы хотите какого-то подъема, есть очень хорошее правило. Правило ледяной горки. Зима. Я должен проакцентировать, так скажем, у кого-то снег. Я сейчас находился именно в очень заснеженном месте. В Подмосковье. Вообще просто супер. Настолько великолепно. Вспоминаем ледяную горку. Не знаю, как нынешнее поколение. Мы просто выросли на улице. Мы постоянно были на горках. Катались на санках, на лыжах. На чем только не катались. На полиэтиленовом пакете катались. Даже какую-то крышу от машины, помню, принесли и на ней ездили. Правило ледяной горки гласит. Ты идешь вверх, поднимаешься только когда поднимаешься. Стоит тебе остановиться хотя бы на секунду, ты начнешь скатываться. Это правило касается жизни. Правило ледяной горки. Если вы видите, что сегодня вы не можете и не успеваете сделать все, сделайте 70%. Если вы видите, что вы не можете даже 70%, сделайте 65%, 60%, 50%. Сделайте хоть что-нибудь. Но никогда не проводите свои дни в пустой праздности. Всегда делайте хоть что-то для достижения своей цели. Очень правильно ставьте цели. Один из моих учителей это Брайан Трейси. Один из просто вот гуру. Именно и тайм-менеджмента, и постановки цели. У него каждая книга, вот любую книгу, которую вы возьмете Брайана Трейси, это шедевр. Я вам говорю абсолютно точно. Не знаю, как к нему приблизиться, но вот Брайан Трейси это мой кумир. В плане именно полезности и нужности того, что вы прочитаете. У меня из авторов, вот только два таких автора, которые каждый раз, когда ты его читаешь, ты понимаешь, что это можно взять и применить. Это вот Брайан Трейси и Игорь Манн. Только эти два суперспециалиста для меня очень значимы. Я читаю много книг. Я читаю 365 книг в году, потому что 365 дней. Игорь Манн, кстати, в этом плане меня переплюнул. Он прочитал в один год 568 книг. Мне к этому результату просто не приблизится. Я прекрасно понимаю, что я больше часа или двух в день читать просто не могу. Иногда, когда болят глаза, я просто ставлю книги и слушаю аудиокнигу. Если я пропустил какой-то день, я обязательно наверстываю его в следующий раз. То есть это обязательное чтение, чтобы книг было достаточно. Почему? Потому что у вас должна быть пища для ума. Мозг надо кормить. Мозг это мышца, которую нужно качать. Не качайте мозг. К сожалению, Альцгеймер может замаячить кому угодно. Кому угодно и в любом возрасте. Не обольщайтесь, если вы еще молоды, это вам не грозит. Мозг должен работать. Для этого ему нужна пища. И не только книги. Это и игра, допустим, в шахматы. Или есть масса интересных игр, которые заставляют мозг. Есть определенного рода упражнения для мозга. На своих курсах я это все даю. Это очень важные вещи, которые вы не можете игнорировать. Мозг должен соображать быстрее, потому что это наш инструмент. Если вы не пользуетесь этим инструментом, к сожалению, тогда им пользуются за вас. Вам начинают промывать мозг, и вы ведетесь. Вот и все. К сожалению, понимаете? Это, может, звучит очень страшно. Я вижу, что появился Макс. Макс, скажи мне, что нужно? Реклама? Да, сейчас маленький анонс. Хорошо. Ты не уходи, ты мне сейчас понадобишься. Хорошо. Недавно напоминаешь, что с 17 по 21 апреля пройдет ключевое мероприятие рынка недвижимости в будущей весны сочинский российский жилищный конгресс, который соберет 5000 специалистов со всех уголков России. Пройдет 17 тематических линий, где выступят 650 спикеров, в том числе и Александра Котлярова, у которого традиционно будет полуторачасовый мастер-класс, а также доклады на семинарах, дискуссиях и баттлах. Для всех зрителей нашего вебинара доступна, внимание, 15-процентная скидка на участие в конгрессе по пакетам 1.5 или бесплатное участие по пакету номер 6. Это вот наш предновогодний эксклюзив. Для этого нужно до 16.00 сегодня оставить заявку на странице нашего вебинара на сайте WebCongress. По ссылке вы можете, конкретно на наш вебинар, вы можете увидеть в нашем чате. Можете переходить, как во время вебинара, так и после. Еще целый час будет ссылка доступна. Можете регистрироваться и оставлять просто заявку, с вами спяжется наш специалист. А также хочу сообщить, что с 23 января стартует у нас онлайн высшие брокерские курсы поиск клиентов и технологий продаж на подающем рынке, которые будут состоять из 10. двухчасовых лекций. Для вас мы пригласили провести лекции 5 ведущих бизнес-тренеров в 5 различных специализациях по маркетингу в сфере недвижимости. Александр Котляр, Феликс Альберт, Наталья Кива-Курцева, Марьяна Белькова и Максим Левченко. В программе курса технологии поиска потенциальных клиентов, особенности заключения эксклюзивного договора, основы диджитал-маркетинга в работе риелтора, продающая упаковка объекта недвижимости. А теперь переходим к твоему блоку из двух часовых лекций, который будет посвящен созданию, развитию и монетизации личного бренда. Пожалуйста, нашим зрителям о чем пойдет речь на твоих лекциях. Вот на московском конгрессе я вел эту секцию, и там был уникальный человек, которого я пригласил первый раз. Было несколько специалистов, которые развивают бренд. Но мне нужен был реальный бренд, реальный человек, который уже, так скажем, движется по направлению к этому бренду, либо уже является частью бренда, или сам является брендом. Вот я пригласил Наталью Борзенкову из Инкома. Когда я ее заявлял, некоторые люди говорят, да что вы там, ну опять Инком. Я говорю, извините, Инком – одна из крупнейших организаций, старейших, это, во-первых, очень уважительно, а во-вторых, вы даже не понимаете, кого я вам приведу. Когда она вышла на сцену, в зале была тишина. Меня так не слушали, как слушали ее. А когда она вывела свою презентажку, там на одном слайдике было 14 ссылок за неделю на нее в средствах массовой информации. Вдумайтесь, 14 ссылок за неделю. Вы это понимаете, нет? 14, то есть это 2 в день. У нас 5 рабочих дней, а у нее каждый день 2 ссылки. То есть представьте, как это монетизируется. Но это же супер. Там речь шла, правда, не о личном бренде. Здесь Наталья Борзенкова очень удачно так увела этот момент синергии, потому что на самом деле у этой организации есть свои огромные плюсы, хорошие истории. И организация подтягивает своих агентов, а агенты подтягивают организацию. То есть синергия двух брендов. Понимаете? Когда одна контора растит, именно эти бренды, а они потом тянут ее. Это очень важно. Вот именно об этом я буду рассказывать. У меня есть определенного рода кейсы, которые, так скажем, я использую уже давно. И есть новинки. Но это будет интересно. Марс. Саша, спасибо тебе большое. У всех участников нашего вебинара есть уникальная возможность получить 5% скидку на шоунлайн-курсы. Напоминаю, это 10 двухчасовых лекций от 5 ведущих бизнес-тренеров по маркетингу. Я пост в чате уже создал. Скидкой можно воспользоваться в течение недели. Для этого нужно будет написать в нашем чате скидка на курсы. С вами свяжется наш специалист. Вы сейчас в чате, где я разместил скидку. Итак, а мы движемся дальше. Александр, тебе слово. Продолжай. Да, я готов продолжить. Значит, немножко сбивчиво, может быть, но давайте все-таки вспомним, что же можно сейчас делать. Я люблю конкретные примеры и конкретные кейсы. Нужно понимать, что цифровизация становится неотъемлемой частью нашей жизни. Хотим мы этого или нет. Поэтому первое, что, если ко мне приходит агент и говорит, я хочу заявки, я спрашиваю его, покажи мне свой телефон. Вот самый простой пример. Вы можете сказать, ну что за ерунда. Если он мне показывает вот такой вот кнопочный, да, зайчик, я говорю, хорошо, а у тебя вот такое или такое что-нибудь есть? Если нету, до свидания. Почему? Все очень просто. Приходит заявка. Заявка, как вы знаете, живет максимум 2 минуты. Если вы не перезвонили клиенту, он начинает наяривать дальше. Никаких проблем. Столько людей на рынке, что он просто не останется с вами. Так вот, если у вас вот такое вот чудо, у меня специально есть эта штучка, но это больше пауэрбанк, чем телефон, да, у меня все-таки есть там ИС, там Сунг, и я называю его гиблофон с яблочком, да, и другие телефоны. Но мы не можем игнорировать тенденции развития. Понимаете, хотите вы, не хотите, может быть, цифровизация, глобализация, это плохо, бла-бла-бла, об этом можно говорить сколько угодно. Я никак не пошлю заявку вот на этот телефон. Я ее могу перекинуть в мессенджер за секунду. То есть, ну, не я, а тот, кто ее принимает, да, он ее принял, перекинул, и человек должен отреагировать. Так вот, быстрота реакции крайне важна. Если вы соображаете медленно, если вы медленно исполняете какие-то моменты, то вас просто будут обходить на виражах. Скорости не сбрасывай на виражах. Только так научишься побеждать. Сейчас рынок входит в определенный вираж. Вы ничего не можете с этим сделать. Вы можете сокрушаться, кричать, ах, как же, да они же говорили, что они не будут, а на самом деле... Это разговор глухонемого со слепым. Рынок делится. Рынок захватывается. Все. Либо вы это принимаете и становитесь частью рынка, либо вас, как между молотом и наковальням, кусок мыла, его просто вылетает. Все. Конкретные действия могут быть связаны только с клиентом. Единственное, чего не хватает агенту, не хватает правильного получения клиента. Не можете вы без клиента существовать. Если это так, задумайтесь, как и где его брать. Выпишите себе список, откуда вы можете брать клиента. И это не только сарафант. Это не только общение какое-то. Это и соцсети. Любая реклама, которая возможна. Выпишите все. Посмотрите, что вы можете сделать прямо сейчас. И в следующие 72 часа сделайте хотя бы 5 действий по направлению к своему клиенту. Забрасывайте эти сети. Я готов рыбачить как угодно. Даже динамитом готов глушить эту рыбу. Главное, чтобы она была. Методы надо, конечно, выбирать экологичные. С динамитом это небольшая аллегория и перебор. Но могу вам сказать абсолютно точно, многие агенты даже не задумываются над получением клиента. Понимаете? Он считает, что я приду в агентство, мне его дадут. А если не дадут? Все? Ну какой ты специалист? Если у тебя нет клиента, ну какое-то время тебе, конечно, будут, может быть, давать клиент. Если ты работаешь в хорошем, большом агентстве. И там отлажен поток лидогенерации. Но мы же прекрасно с вами понимаем, что на данный момент вот это вот горлышко рынка, оно сужается. Да? И вот в это горлышко узкое пройдут далеко не все. К сожалению, очень многие агентства разорятся и разоряются уже. Почему я об этом знаю? Ну, я даже названия таких агентств не знал, пока люди не пришли ко мне и не сказали, возьмите на работу. Очень много агентств разоряется и закрывается. Становится все сложнее. Это факт. Но даже в этой сложности можно кальковать. Почему? Потому что любая сложность это время и место роста. Поймите. Любая проблема может быть вами воспринята не как кочка, а как трамплин для взлета. Главное, как вы к этому относитесь. Стресс это не то, что с вами произошло. Стресс это то, как вы к этому отнеслись. Если вас послали по телефону во время холодного звонка и вы расплакались, это стресс. Я не люблю, когда со мной так разговаривают. А если вас послали, вы сказали, о, а я там был. Представляете, я уже там был, меня уже туда послали. Хотите вместе со мной? Это другое отношение. Понимаете? Просто другое отношение. Поэтому если вы не можете изменить ситуацию, измените отношение к ней. Да, рынок такой. Но отлично. Он же еще таким не был. Это что-то новое. Давайте посмотрим на это немножко с другой стороны. Давайте немножко сместим свой ракурс. помните пример о круге и прямоугольнике. Посмотрите на это с другой стороны. Может быть, вам будет интересно изменить угол зрения. Для того, чтобы изменить угол зрения, нужно напрячься. Просто так, лежа на диване, это не получится. Стив Джобс говорил, что между жопкой и диваном доллар не пролетит. Там места просто нет. Понимаете? И под лежачий камушек. Ни Хеннесси, ни Пивасик, ни водичка не потекут. Поэтому надо вставать и бежать. Если вам утром не хочется идти на работу, загляните в список Форумс. Если вы не нашли там свои фамилии, вставайте и идите. Другого варианта просто нет. Начните действовать. Еще раз говорю, напишите список. откуда вы думаете могут прийти клиенты. И сделайте за сегодня хотя бы пять действий к своему клиенту. Это очень важно. Это крайне важно. Мой учитель Гиля Стандер, один из лучших продажников Канады, 48 лет отработавший агент, говорил, что всего лишь пять визиток в день, отданных нужным людям, могут дать вам 37 клиентов в месяц. Простая математика. Пять умножаем на 30 дней, получаем 150. 150 делим пополам, мы понимаем, что не все будут клиенты, да? Получается 75. 75 еще раз делим пополам, получаем 37. 37 потенциальных клиентов у вас есть. Раздавайте правильно визитки. Ну, не надо отдавать бомжам и детям, понятно, это будет, ну, так скажем, нецелесообразно. Самые простые способы могут быть очень и очень интересными. Простой пример. У нас был офис в торговом комплексе, такой островочек, я очень часто заходил туда, смотрел, агенты сидят, такие унылые, никто не заходит, ничего. Я говорю, а вы пробовали сами выходить? Куда? Я говорю, ну, вот к людям. Ну, они не заходят к тебе вот за стекло. Ты сидишь в этом стекле, рожи корчишь, выйди туда, давай выйдем вместе. Мы выходим вместе. Идет девушка, девушка, здравствуйте, а мы вот недвижимость продаем. Не хотите что-нибудь перекупить? А может, просто бесплатную консультацию? Она улыбнулась, ушла, но через пять минут она вернулась и сказала, а юрист есть? Я говорю, вот, вот это юрист. Рад, это клиент. Второй, пока я спускался, увидел сумки, у меня порвалась сумка, я думаю, надо прикупить. Зашел в варечек с сумками, посмотрел, у них была там неплохая одна, пока они мне ее показывали, я разговаривался с ними. Говорю, а я вот хозяин панорамы, агентства недвижимости, у нас сейчас такой чес вообще, столько квартир, люди покупают. А я говорю, да, продавщица говорит, и мне надо, у меня вот есть квартира у папы и у брата, их надо продать и купить одну. Три сделки. Две продать, одну купить. Я сразу беру визитку, отдаю агенту дежурным, говорю, иди, они напротив тебя сидят, ты здесь целый день, ты не можешь подойти и пообщаться. Общайтесь. Коммуникативность, это наш козырь, это не заменит ни одна шайтан-коробка. Вы поймите, ни один робот никогда этого не сделает. Живое общение это то, что у нас невозможно отнять. Это первый момент. Второй момент. К сожалению, у поколений, именно у зетов и частично у игликов начинает появляться такая не очень хорошая болезнь, как цифровой аутизм. Ну, могу сказать, так скажем, в оправдании этих поколений, во-первых, поколение Z это уже поколение, выросшее при интернете. Как рождался ребенок поколения Z? Вначале появлялся iPhone, проходил iPhone, потом выходил плод, потом шел Android и за ним шла плацена. Вот так рождался Z. Почему? Потому что эти люди родились при технологиях, выросли и они для них так же естественны, как для нас воздух, деревья, небо. То есть это их часть. Здесь есть плюс, но есть и минус. Очень многие люди теперь общаются только через это. Только через экран. И живого общения, к сожалению, стало намного меньше. Так вот, что такое цифровой аутизм? К сожалению, им сейчас начинают заболевать и Y, и даже X и бумеры. Хотя для бумеров это сложнее, потому что все-таки дружба с техникой у них не всегда проходит гладко, ровно как и у X. Не всем это дается. Но цифровой аутизм это постоянное потребление, потребление контента. к сожалению, мы вообще живем в такой век потреблятства, когда мы только потребляем и очень мало чего даем. И не задумываемся об этом. К сожалению, много потреблять и ничего не отдавать это паразитировать. Вот и все. Если вы паразитируете на этом мире, мир избавляется от вас. Тот, кто не дает ничего нового этому миру не нужен. Его просто вымывают, выметают, как лишнее, как инородное, как ненужное. Поэтому будьте создателями. Создавайте свои голубые океаны. Смотрите, где вы можете заработать легче, честнее, проще. Общайтесь. цифровой аутизм подходит ко многим, потому что мы постоянно потребляем какой-то контент. Контент приходит откуда угодно. Из шайтан-коробки, из телевизора, из экрана компьютера, из планшета. Откуда хотите приходит этот контент. Понимаете? И это страшно. Почему? С одной стороны, да, стали доступны все курсы. Ты можешь учиться у кого угодно. Ты можешь не выходя из дома, из своей страны учиться у ворона Баффета. у самого Баффета. Вы представляете? Это же колоссально. Но есть и обратная сторона медали. Постоянное потребление контента перестает заставлять вас думать, мыслить, изобретать, что-то подкручивать, доделывать. Понимаете? Многие стремятся к деньгам как к самоцели. Это очень большая беда. Потому что деньги это всего лишь инструмент. Деньги это то, из чего можно делать другие деньги. Деньги это то, из чего можно делать больницы. Это помощь детям, старикам. Деньги это инструмент, чтобы делать людей счастливыми. деньги это не инструмент для того, чтобы убивать, для того, чтобы разорять, разрушать. Это к сожалению у нас не прописываются деньги с моралью у многих. От этого мы страдаем. Так вот, знание тоже можно использовать как инструмент. Знание это всего лишь инструмент. Это то, что заставляет ваши нейронные связи расширяться, делать большие. Другие абсолютно нейронные пути выбирать. Когда отмирают старые, ненужные. Когда пришлые, ущербные, инородные, гнетущие вас связи, как нейронные, так и человеческие, просто отмирают. Когда остаются только те, которые позволяют вам становиться чище, лучше, быстрее, соображать намного, так скажем, быстрее и правильнее, вот именно это необходимо постоянно увеличивать. К сожалению, цифровой аутизм растет, потребление контента растет, постоянное потребление контента приводит именно к цифровому аутизму. Вы думаете, вы разговариваете с человеком, а он, я никогда не говорю с человеком, если у него хотя бы в одном ухе есть на уши. Я не буду этого делать. Почему? Потому что бесполезно. он на данный момент может быть слушает что-то совсем другое, а вам делает вид, что да, слушает вас. Вы просто, это разговор глухонемого со слепым. Считайте, что вы кричите в унитаз. Кто-то услышит? Думаю, вряд ли. Ваши слова также нажмут на кнопочку и сольют. И все. Поэтому человек иногда даже не прерывается в своем вот в этом потреблении. он говорит с вами, у него наушник в ухе, и он слушает что-то другое. Может быть подкастик, может быть музычку, что кстати лучше для вас, потому что хотя бы это не забивает его мозг. И получается, что вы для него просто белый шум. Вы для него цифровой шум. Вы не понимаете, он не понимает вас, а вы пытаетесь каким-то образом ему что-то рассказать, доказать, показать, презентовать бесполезно. Убедитесь в том, что вас понимают. Самое главное вот идеология общения. Для чего вы общаетесь? Что самое главное вы почерпнули для себя в общении? Самое главное в общении это обратная связь. Да, очень важно донести свою мысль, очень важно рассказать то, что ты хочешь дать. очень важно понять, как это восприняли и поняли. Так вот, понять вы сможете только от обратной связи. Если вы не умеете собирать обратную связь, к сожалению, вы не умеете общаться. Вы можете распинаться сколько угодно, делать все, что угодно, танцевать полечку-дрестушку на английском языке, делать любые танцы с губнами, а народ не понимает вас. И что тогда? И тогда вы все это прокричали гунитаз. Нажмите кнопку. Оно просто сольется. Прежде чем? Вы начинаете с кем-то общаться, убедитесь, видят вас или слышат. Слышат вас или видят. Или это и то и другое. Определите у человека его канал. Ведущий канал. Всего 26 каналов рассказывает НЛП. Мы сосредотачиваемся всего лишь на трех. Это аудио, видео и кинестетика. Кинестетика и запах, и ощущения. Видели ли вы тех людей, которые при общении с вами пытаются взять вас за локоточек или приобнять? Это не маньяки. И они не пытаются вас лапать. Нет. Это кинестетики. Он пока не почувствует. Он не поймет, существуете вы вообще или нет. Эти люди на показах квартиры обязательно ходят, гладят рукой стены. Он понимает так мир. Он понимает через прикосновение и через запах. Поэтому дайте ему эту возможность. Самое главное в общении с такими людьми никаких резких и плохих запахов от вас не должно быть. Иначе вы его потеряете сразу. Бывает так, что не совпали запахи у людей. Все. Что бы не было. Как бы он потом соловьем не заливался, ничего не будет. И это не ваша вина. Вы не определили канал. Канал определить очень легко. вы просто слушайте. Всемогущий Господь дал нам два уха и один рот, чтобы мы в два раза больше слушали и меньше говорили. Так вот, слушайте, что говорит человек, что он вам рассказывает. Задавайте ему наводящие вопросы, но когда он говорит, просто слушайте и смотрите, как он это делает. не всегда то, что говорит человек правда, очень важно, как он это делает. Итак, если человек несколько раз сказал, у нас очень хорошая слышимость, слышимость, откуда слово? Из аудиоканала. Или из нашего окна очень хороший вид, откуда слово вид? Из видеоканала. Три, четыре раза подряд он повторил слово не одно и то же, а несколько разных слов из одного канала, будьте уверены, этот канал один из его ведущих. Иногда каналы подменяют друг друга, то есть могут работать в паре, но как правило, вы определите канал, если вы правильно определяете канал, вы понимаете, куда надо теперь совать информацию. Если это аудиал, можете говорить с ним по телефону, но ни в коем случае не пищать. Должен быть нормальный бархатный тон. Если у некоторой девочки иногда срываются на верхние нотки, верхние октавы, и тем самым просто выносят мужчинам мозг на раз-два. Я видел это не один раз, как только человек успокаивается и начинает говорить спокойно, все, децибелы снижаются, и все начинает происходить абсолютно нормально. Самый простой пример по определению канала когда-то мне в моем раннем детстве первый урок кинетики мне преподнес мой дед. Он мне сказал, Саша, если девочка при тебе не расправила плечи, не показала тебе свою грудь, ты ее не интересуешь. То есть есть вещи, которые вы можете считывать. Человек может вам врать, его тело будет проговариваться. Есть еще один способ получения информации не только по каналу, но и по невербальным отношениям. То есть вы можете видеть, а что собственно говоря, говорит человек. Тело всегда будет проговаривать. Есть несоответствие. Несоответствие сказанному и сделанному телу. Когда человек вам говорит, да я полностью с вами чистен, да что вы мне? Человек зажарит. Самое простое, что он делает, он уже прячет от вас руки. Или человек сидит и говорит с вами вот таким, даже вот таким образом. Что он делает? Он страхует себя, он боится что-то сказать не то, он в любой момент может закрыть рот. Любое закрывание рта это скрывание правды. Но есть и более тонкие моменты. Эти простые вещи можно прочитать у Алана Пиза, у разных авторов и в принципе перестать примитивно себя есть несоответствие пост. Ну, допустим, если человек постоянно с ровной выпрямленной спиной, вот он вещает, да, вы видите, что он самодостаточен. То есть, это достаточная энергетика, все хорошо. Если он постоянно в этом, это ущербность, это дефицит, ему не хватает сил. Надо просто понимать внешность. Как правило, человек, когда остается сам с собой, когда его не снимают, его не видят, он начинает быть естественным. Так вот, когда я принимаю на работу, у меня есть камера, которая установлена еще в арке. Человек проходит ко мне, а я уже вижу, кто ко мне идет. Он может идти вот такой, когда заходит в кабинет, я король, приезжайте на показ на 15-20 минут раньше, и смотрите, как приехал клиент, как он парковался, как он выходил из машины, или это она, как она идет, как она ищет, что она в этот момент делает, злится, не злится. моя армейская специальность снайпер, я был обучен постоянно на позицию заходить чуть раньше, чтобы увидеть более, большую полноту картин, знаете, вот приходите чуть раньше, кстати, те, кто не приходит на показ, сразу вам могу сказать, вы лишаетесь память примерно 60% клиентов, у вас их просто будут выводить, те, кто приходит на показ, и я принципиально рекомендую тем, кто пришел на показ, забирать этих клиентов, они бесхозны, если агент их не сопровождает, это не агент, он не достоин этих клиентов, приходите, говорите, давайте визитки, берите человека за руку, ему нужна ваша помощь, поймите, он первый раз может быть попал в эту стрессовую ситуацию, любая сделка это стресс, вот этот мостик, надо помочь ему перейти без стресса, без паники, без потерь финансовых, морально-нравственных, физических, без потерь здоровья, энергетики, времени, и это вы можете ему дать, но для этого вы сами должны транслировать, что у вас все хорошо, что у вас есть деньги, что вы не пришли простить у него милости, не дайте мне полтинничек, но я же вас сюда привел, как правило, вот в эту протянутую руку плюют, а получают деньги только те, от которых пахнет земля, от них пахнет знанием, они уверены в себе, они показывают всем своим видом, что я могу вам дать то, что у вас нет, вы будете уверены в себе, в сделке, во мне, впоследствии уплаченных налогов, что все будет хорошо, что к вам не придут, потом не скажут, как вы проводились делать, что это такое, что за занижающий, ребят, налоги надо платить, налоги это кровь, которая течет, финансовая кровь, которая течет по венам государства, и нельзя государство лишать налогов, это очень-очень чревато, даже Аль Капоне, помните, гангстера, взяли не за то, что он убивал людей пачками, а за то, что не уплатил налоги, поэтому налоги надо платить, а грамотно их платить, как раз агент и может подсказать, потому что он проходит курсы определенные, да, у разных интересных авторов, налоговых адвокатов, налоговых консультантов, он рассказывает, как нужно сделать здесь вот эту сделку, чтобы заплатить, да, допустим, правильное количество налогов и не переплачивать, это знания, специфические знания, которые у вас должны быть, если они у вас есть, вы эксперт, если вы занимаетесь только тем, что открываете дверь в квартире, все остальное за вас делают, ваше время закончено, тушите свет, на рынке не нужны люди, которые будут делать только одну фразу, кушать подано, все, вот этих ребят смывает с этого рынка, ну, просто, просто килограммами, тоннами уносит, и они никогда больше не возвращаются, агент, человек, который может работать в режиме многозадачности, у него очень много информации, которую он понимает, правильно транслирует и дает, это очень, очень важно, я хочу, чтобы вы просто вспоминали это, когда начнете что-то делать, самое главное, помните, наш мозг устроен так, если в течение 72 часов из того, что вы узнали, вы ничего не сделаете, вы забудете, если вы записывали хоть что-то, вы можете вспомнить 15-20%, если вы найдете пару свободных ушей и сегодня расскажете то, что услышали, вы можете сохранить 50-60%, но если вы что-то еще и сделаете из этого, то вы можете сохранить до 90% информации. Я рекомендую вам, очень рекомендую, занимайтесь тем, что любите, если вы любите людей, если вы интересуетесь недвижимостью, вам нравится, нравится квартира, нравятся дома, выберите, чем вы хотите заниматься, помните, нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое, не получится, у агента должна быть специализация, он должен заниматься чем-то конкретным, если он продает все от трусов до самолета, он останется и без самолета, и без трусов, к сожалению, специализация дает вам углубленные знания, именно углубление в специфику, если вы знаете все о этой специфике, великолепно, у меня есть агент, уже сейчас очень неплохой агент, она пришла ко мне от знакомых, попросили пристроить, она умная, толковая, я говорю, хорошо, я возьму, я ее взял на свои курсы, и, как правило, своим студентам я даю, с чем работать, я даю лиды, и говорю, вот тебе квартира, попробую ее продать, мы с ней проговорили, что она будет делать, потом она пришла и говорит, слушай, ну такое дерьмо, невозможно продавать, я удивился, смотрю, а там панелька, 504 серия, то есть это, извините, ну как минимум, это не хрущевочка, это не кораблик, то есть это где-то вот в серединочке, да, может чуть ниже среднего, но ближе к верхушечке, к серединочке, я говорю, почему дерьмо тут, ну как-то можно жить там всего квартир 54 метра, я говорю, двушку 54 метра, ну это не очень плохо, в принципе среднее жилье, почему нет-то, я как психолог понимаю, что есть какой-то диссонансик у нее с этой квартирой, я начинаю копать, я говорю, а расскажи-ка ты, милая, где ты жила, расскажи, снегурочка, где была, расскажи-ка, милая, как дела, ну вот она начинает рассказывать, что жила она все время в домах, в огромных, шикарных коттеджах, то есть у папы был такой дом, что мама не горюла, а когда она вышла замуж, там у мужа вообще было просто, ну, усадьба, поэтому она не понимает, что такое квартира, она всю жизнь прожила в доме, когда даже развелась, муж оставил ей там шикарную усадьбу, и она живет в огромном-огромном доме, поэтому что такое прихожая 10 метров, она не поймет никогда, понимаете, но в результате я понимаю, да, теперь если ты говоришь, что это дерьмо, ты никогда не продашь, я забираю у нее квартиру, а я не очень люблю дома, у меня было несколько разводов, и каждый раз это ассоциировалось с этими домами, был у меня дом и 400 метров, и 1000 метров, и 700 метров, и когда ты остаешься в доме один, это очень плохо, это очень плохо влияет на психику, поэтому от таких домов надо избавляться, и я не очень после этого люблю дома, за свою жизнь я продал не больше 50 домов, поэтому дома я отдаю, отдаю своим агентам, продавайте, будьте счастливы, конечно, за дольку, за дольку малую, не без этого, но вот я и отдал очень неплохой дом на продажу, и думаю, давай-ка я с ней съезжу, я приезжаю, представляю ее как вот специалиста, все люди там ко мне меня знают, я говорю, нет, вот вами будет заниматься непосредственно она, она специалист в этом вопросе, она очень уверенная в себе мадам, мы заходим на территорию, и она начинает задавать вопросы, я слышу эти вопросы, у меня волосы начинают подниматься дыбом, она реально в теме, понимаете, она задает те вопросы, которые не задал бы я, а я там, гуру, береги фигуру, думаю, такой весь, я очень многого оказывается не знал про эти дома, потому что техническим вопросом я в принципе в домах не занимался, у меня все время были обученные люди, которые этим делают, я знаю точно, если я начну торговать помидорами или брать помидоры за свои курсы, то это будут золотые помидоры, поэтому вот то, что я не рулю, я не делаю, я предпочитаю отдавать это кому-то на аутсорс, вот вы делаете, вы получаете за это, потому что вы профессионалы, у вас это получается лучше, чем у меня, честь вам и хвала, все, мне проще заплатить, так вот она была в курсе всех тонкостей и мелочей, настолько, хозяин, когда дома, когда услышал эти вопросы, говорит, господи, как вы хорошо, вы это понимаете, это же, скажите, а как, почему, так я всю жизнь живу в домах, и называет несколько домов, где она жила, хозяин дома удивился, ведь я знаю, так это мой пап, а вот это мой муж, все, понимаете, здесь уже есть спаечка, это общие знакомые, когда ты человек этого круга, если вы хотите продавать элитку, вначале надо стать частью этой элитки, если это не так, ребят, в рваных кедах и с обшмоктанным пакетом в элитный объект идти нельзя, вы там не свой, вы его продавать не сможете, у вас прежде всего будет диссонанс здесь, в мозгу, понимаете, продавать надо то, к чему вы привыкли, в чем вы жили, что вы знаете, понимаете, либо рвать себя до определенных значений, чтобы продавать то, что вы хотите, другого пути не будет, путь только в одном, в гармонии, будьте более гармоничны, станем собой, с тем, чем вы занимаетесь, с природой, с близкими, если не будет этой гармонии, ничего не будет, либо вы гармонично вписывайтесь в окружающую среду, либо окружающую среду гармонично вписываете в себя, по-другому не получается, либо вы меняете пространство, либо пространство меняет вас, по-другому не будет, Так вот, продавайте и покупайте только то, что вы понимаете. Макс, ты опять как джин из табакерки, просто из лампы выруливаешь. Я рад тебе, но я понимаю, что опять реклама. Я сейчас буду очень краток. Хорошо. Очень краток, поэтому не отключаю. Итак, выражаемые зрители, напоминаю, что 17 по 21 апреля пройдет ключевое мероприятие рынка недвижимости будущей весны Сочинский Всероссийский жилищный конгресс. Для всех наших зрителей вебинара доступны предновогодние подарки. 15-процентная скидка на участие в конгрессе по пакетам с 1 по 5, либо бесплатное участие по пакету номер 6. Для этого нужно сегодня до 16.00 оставить заявку на странице нашего вебинара, ну вот нашего сегодняшнего вебинара, на сайте WebCongress. По ссылке на страницу вебинара можете увидеть в нашем чате вебинара. Она будет еще доступна целый час после окончания вебинара. Поэтому сразу рекомендую по окончанию перейти, подать заявку. Ничего в этом страшного не будет. Это подарок. А также хочу напоминать, что можно получить 5-процентную скидку на онлайн-высшие брокерские курсы, поиск клиентов и технологии продаж на падающем рынке, которая статует с 23 января и продлятся месяц до 22 февраля. В рамках курсов пройдут 10 двухчасовых лекций по маркетингу от Александра Котлера, Феликса Альберта, Натальи Кивокурцевой, Марьяны Бельковой и Максима Левченко. Чтобы воспользоваться предложениями, напишите в чате нашего вебинара скидка на курсы с вами по окончанию, свяжется наш специалист. Данное предложение действует при регистрации оплаты до 14 декабря. Также обращаем внимание, что число мест на курсах ограничено. По достижении 30 участников приема заявок на курсы мы останавливаем. Там сейчас уже 7 участников первой единицы. Поэтому рекомендую поторопиться. Так, ну а теперь мы переходим к третьей заключительной, значит, самой интересной части. Александр нам расскажет, что же нас ждет в будущем и чем нам стоит заниматься в этом будущем. Будущее будет, но будет не у всех. Далеко не каждый войдет в это будущее. Хотя я рекомендую, так скажем, работать для того, чтобы это будущее у вас было. Я еще раз напомню про цифровой аутизм. Цифровой аутизм это состояние потребления, непрерывного потребления контента. И вы думаете, что с вами живой человек, а по факту он видит только экран. Его стобеседник – это экран. Что происходит в этом случае? Это лишает естественной социальности и мотивации в рамках естественной социальности. Понимаете, да? То есть общение с экраном не дает того, что дает живое человеческое общение. Почему многие, допустим, из зетов не идут по нашему пути развития? Ну, они считают этот путь не очень интересным. Я могу снять ролик в ТикТоке, да? И он наберет миллионы просмотров. Я поймаю за это бездну хайпа, а может быть и денежку, кстати, да? Какой смысл мне идти работать на завод? Я не агитирую никого идти работать на завод. У каждого своя работа. Каждый выбирает по себе, как писал Левитанский. Женщину, религию, дорогу, дьяволу служить. Или пророку. Каждый выбирает по себе. Вы праве выбрать. Но вы должны четко понимать, что именно от вашего выбора зависит ваше будущее. Вы здесь и сейчас должны делать что-то для этого будущего. Если здесь и сейчас вы не сделаете что-то правильное и хорошее для этого будущего, то будущее просто не возникнет. Вот и все. Каждый раз, когда я просыпаюсь, я благодарю за это утро, как за новую жизнь. Каждый раз, когда я засыпаю, я благодарю за этот день, как за целую жизнь. Каждый раз я пытаюсь сделать что-то новое в каждом дне. Привнести в него что-то более совершенное, более доброе, более оптимистичное. Если вы не вдохновляетесь чем-то, найдите свой способ вдохновения. Найдите свой способ постоянно находиться в ресурсном состоянии. Заезженный термин, ресурсное состояние, но по факту у нас очень многие ходят как саннамбулы. Он просыпается к 2-3 часам, потому что проснуть проснули, а разбудить забыли. И вот человек мается, еще не понимает, что он делает, а он уже что-то делает. А представьте, если он что-то в этот момент делает с деньгами или с документами. Невозможно выходить на сделку не в ресурсном состоянии. Вы транслируете то, что у вас в голове. Вспоминайте, какой саундтрек крутится у вас в голове. Он меня не любит, он мне не звонит, он мне не пишет, как он со мной общается, милый где ты, котик скажи. Если у вас это звучит в голове, то именно это вы передаете людям. Вы это понимаете? Хотите вы этого или нет? Вы можете прийти, здесь такой ярко-красочный, на сделку, всем улыбаться, говорить одно, а саундтрек будет продолжаться идти отсюда. И вносить вы в людей будете именно то, что идет отсюда. К сожалению, наши мозговые волны иногда бывают сильнее того, что мы говорим. И вы потом удивляетесь, а почему все распалось? А как так? Я же пришла, я же все делала, а они раз и разбежались. Вы транслируете иногда совсем не то, что говорите. Вы можете улыбаться, быть полностью, как вам кажется, открытыми, да? А транслировать гадость. Потому что она заложена здесь. И вначале надо разобраться с собственными мозгами. Что же вы транслируете людям? А чего вы хотите от людей? Если вы транслируете доброту, радость, улыбки, оптимизм. Супер. Но для этого надо этим обладать. Вы не сможете это транслировать, если вы сами этим не обладаете. Вот и все. Поэтому вначале начните с себя. Вы обладаете этим, тогда вы это несете людям. Мне очень нравятся люди, которые с утра на спорте, активные, довольные, веселые, да? Они этим и делятся. Им есть чем поделиться. Понимаете? Если у вас нету этой энергетики, вы им не можете дать. Поэтому не галлюцинируйте. Будущее есть у тех, кто занимается собой и своим будущим. Кто занимается, прежде всего, собственными реакциями, собственным мозгом, воплощением собственных желаний, написано, да спасется каждый и спасет этим мир. Спасайтесь. Ищите свой голубой океан, где будет меньше конкуренции, где вы сможете получать достойные деньги. И никто, никакие банки и порталы не будут вам в этом мешать. Я бы рассматривал всех с точки зрения помощи. Ищите, чем вам может быть полезен тот или иной банк, тот или иной портал. Но помните, что точно так же, как вы смотрите на них, они смотрят на вас. А чем можете быть полезны вы? И не всегда игра может быть честной. Поэтому ищите свои голубые океаны, смотрите на те стратегии, которые подвластны только вам. Люди могут очень многое, намного больше, чем сейчас это декларируется и заявляется. мы можем практически все. Главное позволить себе это. Вы хотите быть счастливым? Будьте. Идите к этому счастью. Достигайте его. Делайте что-то ради этого. Нельзя просто сидеть на диване и кричать, я хочу быть счастливым, дайте мне. Никто вам ничего не даст. Вспоминаем по поводу цифрового аутизма. К сожалению, социальные навыки у очень многих утрачиваются. Пока рынок не настолько наводнен этими людьми. Это часть зетов и часть игреков. Но очень скоро, буквально в течение короткого времени, эти люди будут полностью деминировать на рынке. Почему? Ну, потому что в силу возраста бумеры отошли уже практически иксы. Тоже очень многое уже купили и, так скажем, это заходящий тренд. А вот восходящий тренд это игреки и зеты. И чем больше их будет становиться на рынке, тем сложнее будет коммуницировать, потому что социальный интеллект 2.0 только сейчас начинает проявляться и прокачиваться. А у многих его просто нет. у меня как у психолога всегда будет работа. Это абсолютно точно, потому что я душевед, мозгоправ, и я могу научить общаться. В общении кроется очень многое. Если вы общаетесь правильно, не будет у вас проблем ни с клиентами, ни со сделками. Самое главное правильные коммуникативные навыки постоянно прокачивайте. Верьте в себя. Самооценка это может быть основной момент, которого не хватает на данный момент агента. Агент не может являться попрошайкой. Агент это тот, кто дает. Напишите слово продать. Возьмите ручку и напишите первые три буквы маленькими, а все остальное большими. Про дать. Если вы ничего не даете, вы никогда ничего не продадите. Не дать, не продать. Если вы не даете человеку уверенности в себе, правильный контент, правильные знания, ваши правильные навыки, никогда вы ничего не продадите. но это чтобы дать, нужно этим обладать. Поэтому учитесь, вкладывайте деньги в себя. Самые классные инвестиции это инвестиции в себя. Но это не в виде еды, а именно в виде пищи для ума. Но не только знания. Переводите свои знания в навыки. Я очень не люблю слово знания. Мне сейчас скажут, вот нормально, человек сам преподает почти 30 лет, а знания не любят. Да, я считаю, что знания это бесполезная захламленность мозга. Ради какой-то эрудиции да, вы можете приобретать знания. Но если вы хотите выжить, если вы хотите зарабатывать, если вы хотите получать какие-то деньги, вы должны иметь не знания, а навыки. Платят нам за навык, за коммуникативный навык, за навык правильно понимания налогообложения, юридические навыки, это уже не знание, это уже на уровне рук. Понимаете? Кто-нибудь разбирал автомат калашник? Я разбирал. Сейчас положите мне все детали, завяжите мне глаза, и я его соберу. Почему? Потому что это осталось в пальчиках. Это навык, доведенный до автоматизма. Так вот, навык общения у вас, у агентов, должен быть доведен до автоматизма. Тот, кто верит в будущее, у того это будущее и будет. Тот, кто плывет, достигнет цели. Тот, кто остановился и не знает, куда идти, никогда не прибудет в пункт назначения. Сейчас самое главное, правильно, точно выбирать цели, работать точечно, работать адресно, работать ювелирно. Смотрите, простой пример. В мире моды есть два направления. Это от кутюр и предапартера. То, что делается ручками, то, что делается массой, то, что делается индивидуально, просто иголочкой, и то, что штампуется для всех. Так вот, работа агента, это работа от кутюр. Вы шьете ящики аккуратно, на каждом, именно по его мерке, именно снимая его мерки, понимаете? Здесь так, а здесь так, а здесь так, и это шьется именно под единственного, под одного человека. Если вы умеете это делать, супер, клиенты будут всегда, сделки будут всегда. Если вы верите всегда, если ваша самооценка на уровне, и денег будет достаточно. Есть другое, это то, что для всех, это штамповочки. Так вот, к этому и относятся все порталы, банки, да, все, кто пытается, вот, массовый продукт нахлопать, и все нормально. Это тоже нужно. Но это немножко другая история. Вот ее роботизировать и уберилизировать можно, а вот эту историю от кутюр невозможно. Не уберилизировать, не цифровать, не как-то привести к какому-то шаблону. Это работа ручками, это работа тонкая, это работа адресная. И вы, именно вы, агенты, можете ее делать. Именно эта работа всегда будет в части и в цене, потому что за эту работу готовы платить. За вот эти штамповочки скоро тоже перестанут платить. Почему? Ну, потому что этого много. Понимаете? Это можно будет получить везде. Если уже МОЗГОРБТИ открывает свое агентство недвижимости, вы меня простите, где были одни технари, которые занимались перепланировкой. Ну, что думаете, кто-то их учил там продавать? Нет, может, какие-то курсы, что-то кто-то пройдет, но вы поймите, есть образование, и оно системное. И вот тогда это образование. Есть тренинг, курс, знаете, такой фрагментарный, небольшое озарение. Небольшое озарение возможно только для поддержания знаний, если они у вас уже есть. Если глобально эти знания у вас есть, то есть вы получили классный фундамент и на нем строите здание. Если фундамента нет, все эти вебинары, семинары, все это инфо-цыганство с бубна. Начнем инфо-цыганочку танцевать. Да, что-то вы схватите, что-то, может быть, вы и воплотите. Единичный вариант. Это не будет системой. Базовое образование необходимо. Без этого невозможно. Поэтому постоянно получайте образование и постоянно делайте апгрейд. Законодательство в нашей стране меняется очень быстро. Только в нашем направлении оно меняется порядка 15-20 раз в год. Как вы думаете, если вы не будете постоянно прокачивать эти знания и прокручивать это, где вы это возьмете? Нигде? Простой пример. Давайте представьте себе, что человек заснул литургическим сном в 90-х годах. Вот он проснулся и выходит на сделочку. Я таких иногда вижу. Ой, мама, не горюй, что они творят? Это просто нечто. Это надо снимать скрытые камеры и записывать каждый их первого. Потому что это люди просто вот, ну, да я 25 лет этим занимаюсь. Все. Можете сразу. До свидули. Если человек пропустил хотя бы два года или год работы на этом рынке, рынок меняется нещадно. Несчадно. И вы можете просто подставить своего клиента или в принципе вообще не заработать. Но если вы не заработаете, бог с вами. Вы сам себе дурак. Вы не смогли заработать, это ваша проблема. Если вы кого-то подставите, это, конечно, будет очень плохо. Поэтому постоянное знание, постоянный апгрейд этих знаний и постоянный путь усовершенствования это единственный способ выживать. И помните, мы работаем адресно, точечно, ручками. Это откутюр. Это именно то, что вы можете делать. Это индивидуальный пошив по рекламу и меркам именно этого клиента. Не надо загонять все в штамп. Весь этот штамп когда-то очень скоро растворится. Какая-то часть его может останется, но за это не платят. Платят именно за тонкую, очень важную, очень нужную, индивидуальную работу. Когда иголочкой, самостоятельно, понимаете, именно по его меркам и лекалам. Помните это каждый раз, когда вы начинаете общаться с любым клиентом. Индивидуальность. Вы подходите к нему индивидуально. Вы узнаете о нем много. Вы проводите какую-то предподготовку. Вот попал к вам в ручке телефон. Что вы делаете? Сразу звоночек. Садись два. Вначале забейте этот телефон в Google, в Яндекс, в соцсети, в две программы True Color и Get Contact. Посмотрите, а кто этот человек? А что, собственно говоря, с кем вы деятели культуры? Что он из себя представляет? Увидите. Я, допустим, знаю абсолютно точно несколько элитных объектов в Москве, на которые без паспорта людей просто не пускают. Вначале пришлите копию паспорта, потом мы вас пустим на паспорт. Почему? Ну, вот у нас так. Все. Вас просто не пускают. Почему нужен этот паспорт? Делается предподготовка. Смотрят, а кто вы? Почему вы идете смотреть вот этот объект? Он стоит там несколько миллионов долларов. Вообще как? У вас есть эти деньги или нет? Или вы просто на экскурсию идете? Когда агент начинает работать экскурсоводом, все заканчивается. Ну, не получает он за экскурсии денег. Поэтому и выгорание начинается именно с экскурсии. Когда он выйдет раз, показал два, три, десять, двадцать, тридцатый клиент пришел правильно, а он ему показывает как в предыдущем. Потому что уже все, вы уже задрали меня ходить сюда. Чего вы все ходите? А тридцатый был как ростой. И вы неправильно себя с ним повели. И все. Поэтому вначале предподготовка. Правильно готовьте каждого клиента, каждый объект. Сейчас вы должны сконцентрированы быть как никогда. Поймите того, как вы работаете, какое качество работы вы даете, зависит не только ваши деньги, зависит ваша жизнь. Выживите вы на этом рынке или нет? Если вы именно так будете к этому относиться, поверьте, все изменится. Если вы будете делать все спустя рукава и так, на легком расслабоним, к сожалению, у вас либо уведут клиента, либо заберут всю сделку. Сейчас такое очень часто происходит. Стоит тебе немножко клювом пощелкать и все. И у тебя забрали. Нет смысла. Понимаете? Сейчас даже клиенты настолько иногда ушлые пошли. Расскажу вам один небольшой лайфхак. Поделились со мной коллеги. Есть, кстати, эта информация. Можете посмотреть. Передача Мир и Закон, кажется. Могу потом даже скинуть ссылочку. Это шикарно. Женщина продает квартиру. Почему она ее продает? Ей позвонили и долгое время, представляясь работниками милиции, сказали, что вот мы ищем одного жулика, он к вам обязательно придет, покупать квартиру. Так вот вы его должны продать обязательно ему, а деньги отдать нам, и мы его тогда поймаем. Женщина идет, продает квартиру, отдает деньги якобы этим товарищам, да, якобы из органов. Товарищи, конечно, растворяются, сразу же вы их уже не найдете, хотя я считаю, что искать их на год. И что получается дальше? Женщина без квартиры, без денег, а когда покупатель приходит, говорит, ну, давайте выезжайте, а она говорит, куда? Это моя единственная жилье. У меня сразу создается вопрос, а не в доле ли была эта женщина, добрая, самаритяна, с этими находчивыми якобы милиционерами? За милицией-то нет, полиция, а ребятки-то вот эти существуют, мошенничество проходит, понимаете? Вы посмотрите, поройте эти дела, их очень много, и сейчас это один из трендов, поэтому очень-очень аккуратно, вам нужно понимать это изначально, вы должны смотреть на эти дела абсолютно с другой стороны, а как не попасть в это, как не подставить своих покупателей под это, понимаете? поэтому выписывайте людей из квартиры до сделок, раз, и старайтесь ставить сроки жесткие на освобождение, два, но самое главное, копайте, копайте предысторию, а что происходит, почему люди продают, куда выезжают, если у него только денежки, тут надо задуматься, если он уезжает из страны, да, сейчас таких много, такие есть, ну, уезжаешь, уезжаешь, ничего страшного, останется больше места освободиться для других, никаких проблем, кстати, с теми, кто уехал, маленький лайфхак, если они продавали квартиры в марте, в апреле, ну, в этом году, пройдет полгода, если они уехали, они становятся кем? Нерезидентами, и платить уже налог будет? Не, тот, который платит, резидент, а 30%, вы это понимаете? 30%, вы представляете, сколько это, треть от квартиры? Задумайтесь, ну, именно от налогооблагаемой базы, я имею в виду, не надо сейчас меня хватать и говорить, ага, котлярло, не совсем, хотя в некоторых моментах, может быть, я и плаваю, так вот, помните, сейчас те, кто уехал и не заплатил налог, могут сюда не вернуться только по одной причине, здесь могут быть открыты уже уголовные дела, потому что, если вы не уплатили налогов больше, примерно, двух миллионов рублей, гражданское бюро переходит в уголовные, поэтому, ребятки, налоги платить надо, а нам нужно информировать этих клиентов о том, что если он не заплатит эти налоги, в эту страну им дорожка, помните об этом, это один из лайфхаков, которые я даю вообще-то на платных курсах, но вам я сделал это в виде новогоднего подарка, и еще, мои подарки следующие, если кто-то подпишется на меня и напишет мне в соцсетях, или напишет мне в WhatsApp, в Instagram, в NельзяGram, в ВКонтакте, куда я ВКонтакте всех приглашаю, потому что это наша правильная так скажем сеть, и все возможно, те, кто подпишется и напишет мне, что хочу книгу, я вышлю две или три книжки свои в электронном виде, пожалуйста, буду очень рад, если будете посещать так скажем мои соцсети, мои тренинги, я вот еду в Казань, в Нижнекамск, в Альметьевск, очень скоро всему Татарстану привет, у меня будет еще тренинги в Краснодаре и в Ростове, так что, пожалуйста, присоединяйтесь, я даю на тренингах очень интересные так скажем лайфхаки, которые именно четкие кейсы, которые сам делаю, сам вот этими ручками прохожу с девочками, делаю сам, долгое время занимаюсь расселением коммунальных квартир, мы вытаскиваем из этого всегда очень хорошие комиссионные, и поверьте, в расселение, ну, ни один портал, ни один банк никогда не войдут, потому что на это у них не хватит понимания, и этим может заниматься только право, так вот, ищите, ищите свои голубые океаны, находите и обязательно заходите в ту нишу, которая для вас будет открыта, а другие туда не смогут попасть еще долгое время, конечно, когда-то и в вашу нишу нагрянут, поверьте, я никогда не думал, что на рынке недвижимости будет так многолюдно, уж поверьте, в 90-м году, когда я начинал, ну, совсем все было по-другому, но я работаю, я работаю до сих пор, и поверьте, работаю неплохо, работаю с удовольствием, если вы любите недвижимость, если вы любите людей, вы можете работать в недвижимости, но если у вас постоянные проблемы с людьми, конфликтные ситуации с одним покупателем, с другим, задумайтесь, может быть, это в принципе не ваше, может, вы будете спокойно сидеть у компьютера, не будет никаких людей, которые будут вас раздражать, но не любите вы людей, есть очень хорошая специальная ягеря, лесники, там вообще людей нет, вы можете бежать по Сибири, по лесу, двое, трое суток, стучать в ведро, как в бубен шамана, и не встретить ни одного человека, стране нужны лесники, пожалуйста, но это не работа с людьми, это не работа в недвижимости, если вы пришли работать в недвижимости, вы должны быть коммуникабельными, открытыми, я все время шучу, когда говорю с вами, вы думаете просто так, это клоун? Нет, есть такой прием, называется он дворники, прием от Брайана Трейси, дворники на машине, знаете, которые мозг устроен следующим образом, больше 11 минут подряд мозг не может воспринимать точные цифры, точные какие-то рекомендации, что-то вот конкретно глобально точное, если вы постоянно пичкаете человека информацией, есть такие агенты, которые приходят и вываливают на него свою презентажку так, что он просто под этим грузом уже не понимает, куда делаться от этой информации и куда ему ее вставлять? 11 минут это потолок, после 11 минут у вас должно идти переключение человека в другую часть мозга, то есть что вы должны сделать как дворники? Рассказать анекдот, сделать небольшую шутку, человек расслабляется, его сознание переходит в другую часть мозга, это начинает отдыхать, она может подсобрать в этот момент общую картинку, как только вы собрали общую картинку, можно опять дальше начинать, точные цифры, точные данные, что-то более конкретное, глобальное, что человек может опять усвоить и воспринять. Почему очень мало гениальных учителей? Потому что немногие знают об этом способе, если вы 45 минут долдоните человеку в голову формулы, после 11 минуты он скажет да ну нафиг, сколько же можно, вы чего, у меня уже все, кукушечка отъезжает, ребята, поэтому дворники через 11 минут, я лично делаю не через 11, я делаю примерно через 3-4 минуты, потому что четко понимаю, что если вам весело, и вы меня слушаете, и вы не уходите, значит все хорошо, если делать это реже, может быть будет тоже интересно, но я делаю примерно 4-5 минут, одну шутку я допускаю, поэтому проходит это на ура, у меня всегда на моих тренингах многолюдно, всегда люди задают вопросы, получают подарки, напоминаю, дарю сегодня 3 книги всем, кто на меня подпишется, даже если вы получали от меня какие-то книги, напишите, я уже получал то-то и то-то, можно ли другое, я вышел другое, в этом плане я не экономлю, я всегда отдаю чуть больше, чем получаю, я знаю точно, чем вы больше отдадите, тем вы больше получите, не экономьте, не на своих близких, не на своих клиентов, отдавайте, отдавайте как можно больше внимания, заботы, ласки, доброты, улыбок, доверия, если вы это отдаете, поверьте, вы получите сполна, не надо бояться чего-то не додать, я могу сказать честно, у меня очень много идет из платного контента, я отдаю вот эти бесплатные вебинары и никогда об этом не жалею, потому что чем больше ты отдал, тем больше тебе придет, это абсолютно точно, меня очень сейчас нещадно копируют, некоторые мои тренинги просто мне принесли, показали, просто поменяли несколько кадров моих в презентации, остальное лепят и говорят, да ради бога, никаких проблем, если это кому-то приносит радость и пользу, я не против, я не буду ни возражать, ни бегать, кричать, отдайте это мое, он, я сделал название, кинетический интеллект, его сразу какой-то гаврик взял, спер, зарегистрировал, и теперь у него там ютуб канал, да ради бога, я создатель, я создаю, есть создатель, есть регистратор, я вас призываю быть создателем, создавайте, как можно больше вы создадите, чем больше вы создадите, тем лучше будет только для вас, информационное поле, оно огромное, оно неистощаемое, понимаете, вы можете делиться этой информацией со всеми и получать еще больше, чем больше вы отдадите, тем больше получите, это и с клиентами, и с друзьями, и с любимыми, и с домашними, даже просто с неизвестными, незнакомыми людьми, это работает, отдавайте как можно больше, и вы будете намного больше получать, ищите свой голубой океан, ищите эту стратегию, и вы ее найдете, будущее есть у всех, каждый, кто идет к этому будущему, получит его, только будущее у всех разное, задумайтесь, а какое будущее вы делаете для себя, Макс, твое появление я расцениваю как финаль, ла шанс финаль, да, ну, тут надо все-таки немножко по, выполнять по на серии, еще раз эти книги, я тебя практически не слышу, интернет, интернет у тебя не тянет, насколько я понимаю, да? Видимо, попросили еще раз рассказать про книги, которые ты рекомендуешь, ох, слушайте, у меня есть список книг, более 300 книг, которые я рекомендую к прочтению, я могу прислать свои книги, которые, если вы подпишетесь на меня, готов прислать свои книги, там, две-три книги в подарок я дам, а вот книга по поводу стратегии голубого океана, о которой я рассказывал сегодня, ее желательно прочитать всем, это не моя книга, книга очень интересных, хороших авторов, стратегии голубого океана, рекомендую, обязательно ознакомьтесь с этой книгой, это очень интересно, также я рекомендую все книги Брайана Трейси, вот все книги Джо Кеха и Джо Витали, это шикарные авторы, никогда не промажете, вот любую книгу из этих авторов покупаете, и у вас все будет хорошо, ну и естественно, покупайте мои книги, получайте подарки, за каждую купленную книгу я дарю три книги подарок, поэтому заходите на мои страницы, смотрите, приобретайте, и будет нам всем счастье, а я очень хочу поблагодарить команду, которая организовывает вот эти вебинары, эти встречи, Максим, тебя хочу поблагодарить, Серегу хочу поблагодарить, Таню Филину, Нину Житкову, ну и лично всю вашу команду шикарную, и лично Владимира Николаева за ваше дело, которое вы делаете, за то, что это очень-очень нам нужно, это очень нам помогает, за Конгресс, это мое любимое мероприятие в сфере недвижимости, куда я всех приглашаю, на Конгрессе будет и вечер караоке, и стендап будет, который я возглавляю, будет мое выступление в нескольких секциях, и мой будет тренинг, мастер-класс, приглашаю приезжать в Конгресс, это супер, это лучшее мероприятие в рамках недвижимости. Ну, прощаемся? Был еще вопрос, как риелторскую деятельность с нуля, с опытом, без посредников и трудоустройством в агентстве в новом городе? Смотря в каком городе, если это Петербург, приходите, я приму, мы обучаем с нуля, надо искать хорошее большое агентство, которое обучает с нуля. Допустим, в Москве я рекомендую НКОМ, никогда не прогадайте, это одно из лучших агентств, у меня много работает в нем друзей, это реально очень хорошие специалисты, хорошая школа, хорошая база. В Петербурге это Панорама, пожалуйста, одно из лучших агентств. Я также рекомендую в Петербурге Адвикс, это мои партнеры, мои друзья, очень хорошее агентство. Вот те агентства, которые я рекомендую. НКОМ, Панорама, Адвикс, пожалуйста, приходите, приходите в крупное, большое агентство и осваивайте лучшую в мире специальность, эксперт на рынке победительность. Саш, спросили еще, где можно купить твои книги, ну, конечно, за исключением магазина Сочинского конгресса. Мои книги можно приобрести в соцсетях, у меня, вы можете мне написать, вам все будет рассказано, можете выбрать их там, будет показано, как можно их купить, пожалуйста. Попросили повторить слайд с твоими учителями. Слайд с учителями? Ох, сейчас я, я пытаюсь, но это, ну вот, пожалуйста, раз, два, блин, как он очень, ну, вот один из этих слайдов, их три, я не могу, оно как-то пролистывается быстро, минимум три слайда всегда выходит в каждой, первой моей, в любой презентации, первые три кадра, это мои учителя. У меня есть учитель также, Монтек Чея, это древние даосские практики, я занимаюсь цигуном и тайчи уже больше 30 лет. Также вот Игорь Ман, Исхак Атизис, Гиля Стандер, Брайан Трейси, Джо Витали, Джо Кеха. Если получится, тихонечко перелеснуть не получается. Я не понимаю, почему. Вот, вот, пожалуйста, есть Филипп Котлер, есть Уоррен Баффе, Алекс Неновский, Александр Высоцкий, это мои учителя. Джо Кеха, Майк Ферри, лучший продажник Америки, который готовит лучших агентов в Америке, это мои учителя. Маршал Голдсмит, он, кстати, приезжал и сюда. Это лучшие, это топ, вот здесь вы видите топ-5 мировых коучей, понимаете? То есть, это те люди, да, я учился также у Тони Робинса, но это был нормальный, хороший тренинг, и ни один не на стадионе. Нельзя провести хороший тренинг на стадионе, так же, как нельзя играть в футбол в маленькой комнате. То есть, это разные функции. Максим. Давай последний. Попросили еще раз повторить о том, о том, о том, о том, что повторить. Ты в первой части говорил про 5 действий, которые нужно совершить, кто-то не успел к началу и просили повторить. Это очень долго. К сожалению, вряд ли, надо пересматривать тогда в записи, вряд ли сейчас я смогу полностью воспроизвести вам то, что я сейчас говорил. Я говорил о разных действиях. Первое, что лучше всего, это все-таки начать с себя, прокачивать себя, прокачивать свой мозг, прокачивать свои компетенции и работать, работать, идти и работать. Да, на самом деле отличная идея, потому что уже на завтра, в первые половины дня появится видеозапись нашего вебинара. Она будет в канале вебинара. Саша, я сразу же в первую ссылку, как только тут в канале. Отлично, отлично. Регистрируйтесь на конгресс, приезжайте на конгресс, это лучшее мероприятие. Мы все встречаемся там, это не только знание, но это еще шикарный нетворкинг, это то, что необходимо, живое общение. А на этом я с вами прощаюсь. Максим, всего доброго, спасибо. Саша, большое спасибо тебе, как всегда, было очень познавательно, а главное, позитивно. И громадное тебе спасибо, что наше время плотно, я знаю, в Москве это особо приятно. Да, я сейчас уже должен бежать на Сапсан. Все, всем счастливо, всего доброго. Спасибо, Саша. 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 Саша.